Волгоград готовится отметить свой 433 день рождения. Основные торжества в городе на Волге продлятся на протяжении трех дней 9, 10 и 11 сентября. Первый день празднования пройдет под девизом «Волгоград – наша история». Второй будет посвящен традициям нашего города. Тематические площадки будут расположены на центральной набережной от сквера Пахмутовой до павильона «Броникатер» БК-31. 10 сентября праздник откроют парады молодежи и студентов. Парад студентов стартует в 9.30. Почти 8 тысяч первокурсников пройдут по аллее героев к центральной набережной, где на нижней террасе состоится торжественное посвящение в студенты. Затем мероприятие продолжится на сцене амфитеатра, где ребята представят свои учебные заведения и поздравят горожан с днем города. В 10 часов утра 160 супружеских пар, вступивших в брак в этом году, пройдут под марш Мендельсона по обновленной лестнице в створе улицы Ковентрия и пешеходной эстакаде над ракадной дорогой к новому амфитеатру. Здесь же зарегистрируют брак 8 пар из 8 районов Волгограда, после чего состоится первый танец молодых. Финальной частью мероприятия станет прогулка по Волге. В 12 часов дня на центральной набережной стартует парусная регата Кубок Сталинграда. Горожанам и гостям Волгограда также покажут флайборд-шоу и соревнования по водно-моторному спорту. В это же время над Волгой состоится чемпионат Российской Федерации по самолетному спорту на реактивных самолетах. В 17 часов воздушную часть праздника продолжит фестиваль воздухоплавания с аэростатами неба Волгограда. В парке Царицынский в 12 часов дня впервые пройдет фестиваль воздушных змеев «Выше неба». Там же состоятся мастер-классы по изготовлению и росписи летательных аппаратов. Принять участие сможет любой желающий. Кульминацией фестиваля станет одновременный запуск воздушных змеев. 10 и 11 сентября в полдень у амфитеатра будет проходить выставка продажа волгоградских товаропроизводителей «Сделано в Волгограде, сделано с душой». Все гости смогут подкрепиться на гастрономической площадке «Вкус Волгограда» на улице Ленина. На верхней террасе набережной с 11 часов на сцене у фонтана искусства начнется концертная программа. Кухрана и Ауна Приттичи запустят историческую интерактивную площадку «Царицынская слобода», где будет отражена жизнь уездного царицына 1913 года. Гости узнают из газет о событиях того времени, а также побывают на праздничной ярмарке и отведают различные явства. По соседству с исторической площадкой разместится выставка ретроавтомобилей. В течение дня на аллеях набережной будут работать интерактивные площадки и мастер-классы «Волгоград. Наши традиции». Посетители смогут украсить себя аквагримом, сделать роспись по гипсу, театральную мозаику, посмотреть аллею живых картин и многое другое. У памятника Петру Первому с 12 до 18 часов будет проходить Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии вместе ярче. Участников ждут различные акции, конкурсы, тематические викторины по энергосбережению, а также работа выставочных площадок с демонстрацией экспозиции предприятий топливоэнергетического комплекса. В Центральном парке культуры и отдыха пройдут вторые спортивные игры на Волге «Страна чемпионов». С 12 часов начнутся соревнования по кикбоксингу, рукопашному бою, каратэ, прыжкам на батуте, акробатике и эстетической гимнастике, футболу, теннису, паркуру, танцевальному спорту. Часть мероприятий состоится на других площадках. В час дня стартует шоссейная велогонка «Волжский ветер». Она пройдет по нулевой продольной от бронекатера БК-31 до стадиона «Волгоград-арена». Также в этот день состоится легкоатлетический пробег «Волгоградская миля» и забег на роликах. В сквере Пахмутовой в 17 часов состоится концерт в песне «Жизнь моя», на котором прозвучат легендарные произведения Александра Николаевны Пахмутовой. На нижней террасе Центральной набережной с 17 часов начнется галоконцерт. Кульминацией праздника станет выступление приглашенной звезды и красочный фейерверк. С полной программой мероприятий можно познакомиться на сайте администрации Волгограда.